Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Иван. Я вас приветствую на канале Процветок. Поговорим с вами сегодня о некоторых заботах, осенних заботах садовода и огородника, которых вполне можно избежать. Мы много в осенний период говорим о седератах, о том, что почву надо поддерживать, что почва нуждается в нашем уходе не менее, чем растения в течение их вегетационного периода. Одним из важных условий сохранения плодородия почвы является возврат в нее ранее накопленного и вынесенного растениями органического вещества. При этом подавляющее большинство огородников и блогеров советуют удалять все растительные остатки после урожая с огорода. По картофелю это вообще закон номер один, по томату, по огурцу, по всем остальным растениям. При всем том, вегетативная масса, которую составляет эта ботва, содержит значительное количество питательных элементов. Их очень хорошо бы вернуть туда, назад, в почву. Но, однако же, вот это мнение о том, что болезни, вредители, накопленные на этой вегетативной массе, сохранятся там, увеличат инфекционный фон, остается крепким и заставляет нас выполнять эту порой даже очень тяжелую работу. На обрягшую водой эту ботву надо вырвать, сложить в кучи, унести куда-то или высушить, сжечь, развести эту вонь по всему поселку, по всем участкам. Эта ботва горит, все это плохо. Или куда-то вообще в лес вывезти подальше от своего участка. О возможности компостирования этой ботвы мы уже говорили на канале. Вам достаточно обрабатывать компостную кучу биологическими средствами защиты растений на основе триходермы или на основе сенной палочки. И другие приемы применять таким образом вам удастся обеспечить безопасность вашего компоста. Однако же есть способ, который позволит вам даже и не убирать вовсе эту ботву. Ее всего-навсего необходимо продезинфицировать прямо на корню. Сделать это можно с помощью двух уже хорошо известных вам растворов. Первый в достаточной степени уничтожит как инфекцию на ботве, так и различных вредителей. Паутиного клеща и прочих, которые могли остаться на поверхности вот этих умирающих, уходящих уже в небытие растений. Сделайте двойную дозу гипохлорита от рекомендуемой на упаковке без добавления чего-либо. И вот этой крепкой хлорочкой как следует пройдитесь, пройдитесь, пройдитесь как следует, обработайте, опрыскайте всю-всю-всю эту ботву. Если инфекционный фон напряженный, болезней было много, если огурец умер, хорошо, уже умер, без листьев остался от бактериозов и пероноспороза, но сделайте две такие обработки. Совсем неплохо будет, если гипохлорит даже частично попадет на почву. В этом случае в поверхностном слое почвы все патогены погибнут. После этого, через дней 5-7, вы можете смело заделывать эту ботву или вообще попросту оставить ее на грядке, если вы не практикуете глубокую осеннюю обработку почвы с одновременным внесением туда удобрений. Второй раствор вам также хорошо знаком. Это 5-процентный раствор железного купороса. Кроме того, что он убивает всевозможные патогены и даже вредителей, кроме этого он еще и обогащает почву железом. Наличие в растворе лимонной кислоты делает железо хилатным, доступным для растений будущего года и для микроорганизмов, которые обитают в почве. И наличие мочевины там также создает очень сильные гипертонические свойства, придает этому раствору и не оставляет шанса никаким патогенам и никаким вредителям. 500 грамм железного купороса на 10 литров воды, плюс столовая ложка лимонной кислоты и до 700 грамм мочевины на 10 литров воды. Обработав однократно вот таким раствором ваши растения, дождитесь их полной гибели или по крайней мере вы ждете 7 дней и также можете заделать в почву. Попадание на поверхность почвы этого раствора ничего кроме пользы вам в открытом грунте, защищенном грунте не принесет. Но особенно в открытом грунте, где дефициты железа обнаруживаются так же часто, как и в защищенном грунте. С помощью этих двух растворов можно обработать и овощные растения, капусту, и томаты, и картофель, и многое-многое-многое, что у вас осталось после уборки урожая. Эта работа по обработке опрыскивателем ботвы и поверхности почвы является гораздо менее трудоемкой, нежели чем сгребание этой ботвы и вынос ее за пределы участка, какое-то закапывание или еще что-то, что обычно в таких случаях рекомендуется. Поэтому применяйте этот способ и содержите свои грядки в совершеннейшем здоровье и в свободе от патогенных организмов и от вредителей. Что ж, на этом я прощаюсь с вами. Желаю вам легкой осени, легкой работы, работы в удовольствие и больших урожаев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова